Андрей Звягинцев – один из самых известных и титулованных отечественных кинорежиссёров. Родился в Новосибирске, учился актёрскому мастерству на родине и в ГИТИСе в Москве. В 90-е снимался как актёр в кино и телепроектах. В качестве режиссёра создавал рекламные ролики. В начале 2000-х дебютирует в «Большом кино» фильмом «Возвращение» у достойного главного приза Венецианского кинофестиваля. Драмы Звягинцева «Елена и Левиафан» стали символом нового российского кино. Но его лента 2016 года «Нелюбовь» получила спецприз жюри на фестивале в Каннах и была номинирована на премию Американской киноакадемии «Оскар». Плохие журналисты заканчивают обычно этим интервью. Каковы ваши творческие планы? Давайте с этого начнём. У вас сейчас в работе остросюжетный сериал. В планах «Древняя Русь», «Древняя Греция» и фильм про блокадный Ленинград. Можете про остросюжетный сериал для американцев рассказать? Нечего рассказывать, никакого сериала не будет. Это был фальшстарт и информация преждевременная, упреждающая. У нас были только переговоры с компанией «Парамоунт» о возможности сделать совместно проект, который бы профинансировали они, а мы бы сделали здесь, в России, на русском материале, на русском языке, естественно, сериал. И все наши переговоры завершились только тем, что мы наметили, как бы сказать, общий интерес. А далее вставать стоял бы вопрос о поиске этой идеи. То есть о том, чтобы придумать какую-то вещь, чтобы она не была просто очередным выходом на работу. Сделать сериал. А вот сейчас мы возьмёмся за сериал. А чтобы эта была вещь, рождена по-настоящему, требовала бы такого изложения, которое предполагает сериальная форма. То есть длинная такая романная форма. Её нужно было бы просто придумать. Какую-то идею, которая бы соответствовала вот этим шагам. С понедельника до выходных ты смотришь историю, которая не просто развивается линейно, а как-то устроена сложно. И вот, собственно, на этом мы расстались. А далее была публикация в американском журнале, в каком-то то ли в «Скрин», то ли в «Голливуд-репортер», не помню где. Короткая, анонсирующая эту возможность нашего сотрудничества, которую здесь же перевели в России, естественно, и тиражировали как новость о состоявшемся факте, что в 2018 году мы снимаем этот сериал. Понятно, почему тиражировали. Потому что режиссёр Левиафана Елены и Нелюбви и остросюжетные в одном предложении. Есть жанры, за которые вы не взялись бы, или форматы видеоизложения. Вот комедия, например. Что для вас действительно вызов, а может быть, вы этот вызов и не хотели бы принимать? Я не рассматриваю, как бы сказать, движение собственное в процессе, в этом творческом процессе поиска материала, как задачу, как вы формулируете её некоего вызова, а не сделать ли нам остросюжетный триллер. Я даже не знаю, почему такой анонс был, кстати сказать. Почему именно триллер? Мы вообще не говорили о жанре. Ну, слушайте, прессе нужно горячее словцо. Как таковое понятие жанра, по крайней мере, на сегодняшний день для меня, оно сконцентрировалось в самом начале, в первом моём шаге, когда мы делали с Димой Лесневским, с продюсером тогда, на тот момент, в 2000 году, телеканал «РН-ТВ». Мы сделали сериал «Чёрная комната». Это был действительно такой триллер, детектив. Это было самое интересное из его предложений. Там было пять или шесть направлений от ситкомов до фэнтези. Вот ситком, я даже не представляю, как делать. Я восхищаюсь людьми, которые снимают комедии, ситкомы и прочее, которые владеют ремеслом, как профессионалы. Я ими восхищаюсь. Но сам не нахожу в себе сил взяться за строго говоря жанр, то есть за какую-то такую ремесленную, профессиональную работу с жанром, с его, как бы сказать, берегами и так далее, и так далее. Я предпочитаю выбирать вещи, которые... Сейчас своего рода такое будет, как бы сказать, кульбит. Я выбираю вещи, которые выбирают меня. То есть вещи, которые приходят сами, вдруг как с неба падают идеи, которые кажутся просто как со всей необходимостью не нужно реализовать. И в этом смысле я на них смотрю не как на очередной фильм, который укладывается в какие-то рамки жанра или еще каких бы то ни было вот таких фигур речи. А фильм для меня это, ну, как бы сказать, что-то другое. История, происшествие? Я не знаю, это что-то какое-то... Ну, это можно было бы об этом говорить, как о замысле, который вдруг рождается или выпестывается из наблюдения за реальностью. Вдруг ты понимаешь, что вот это, кажется, здесь может быть что-то такое. И вот ты с моим другом, моим давним другом, я уже знаю 20 лет, 18 лет, Олега Негина, с которым мы практически сделали уже, можно сказать, 4 фильма из 5. Еще с изгнания начиная. И вот мы садимся и начинаем, ну, я не знаю, как это выразить-то. Накидывать варианты. Накидывать варианты или колдовать, я не знаю. Ну, то есть проговаривать, проговаривать то, что нас волнует, беспокоит. Вот. И в результате может вдруг что-то забрежеть, проявиться, а потом вдруг раз и встать на ноги. И так было с нелюбовью. Совершенно просто из ниоткуда возникшая вещь просто ворвалась. Это благодаря Олегу, конечно, он натолкнулся на информацию. В 2015 году это летом было. Мы сидели, ждали и думали, что же будет дальше после Левиафана. Я пытался запустить военный проект. Говорил об этом с моим продюсером, с Александром Роднянским. И вдруг летом Олег натыкается на статью. Статью, которая рассказывала о Лизе Алерт. Подробно об истории ее создания всех, как бы, что называется. Поисковый отряд, как раз те люди, которые помогают найти. Да, поисковый отряд, которые, да, да, да. Да, волонтеры, волонтеры, которые помогают найти пропавших людей. Вот. И сама история создания этого, и монолог Гриши Сергеева, создателя этого движения, они появились, собственно, родились осенью 2010 года. А на тот момент ему уже было пять лет. И вот там было, что рассказать. И, конечно, это, как бы, что называется, высекло искры между идеями о том, чтобы рассказать какую-то историю о семье, которая находит себя в пустоте. И, как бы, на месте того, что скрепляющим веществом является между двумя, обнаруживается дыра и пустота. Да, ну, то есть, вот этот распад, расход, развод семьи, и вдруг этот материал, который о пропавших людях, и, в том числе, и, главное, это самые печальные дети, и это вот бегунки, так называемые. Это как раз Лиза Алерт дала прозвище таким. Лиза Алерт – это девочка Лиза, не помню ее фамилии, девочка лет шести или семи, которая пропала, и на шестые сутки ее нашли в лесу уже мертвой. И вот Гриша Сергеев, который стихийно, случайно, будучи соседом этого дачного участка, где вот в лесу случилась эта трагедия, он организовывал и был очень активным в поисках этой пропавшей родственников, потому что там тетя была ее старшая, они пошли в лес прогуляться, и девочка то ли за грибами, неважно. И вот на шестые сутки без сна и отдыха они наконец-то нашли тело девочки. И когда эксперты, криминалисты сказали, что девочка умерла буквально шесть часов назад, вот это его сразило совершенно. Он понял, что ему не хватило каких-то шести часов. Пять дней он искал, и не хватило шести часов, чтобы найти ее живой. И он переформатировал абсолютно всю свою жизнь. Он занимается теперь только этим. В год, когда вышел фильм «Нелюбовь», в Екатеринбурге, точнее на Урале, Северний, был похожий случай. Потерялся мальчик, в лесу его звали Дима Песков, и его нашли. И тоже фактически это было чудо, и колоссальная оптимистичная история. Почему в России не снимают фильмы про то, как спасли? Вот американцы обязательно бы сняли про спасение, а русскому режиссеру, и, боюсь, даже русскому зрителю, кажется это неубедительным. Можно ли сделать сентиментально? Ну вот смотрите, в 2016 году обращений к Лизе Алерт было 6150. 6150 человек пропали на всей территории. 6150. И это скромная цифра. Это только те, кто донесли эти бумаги и сообщения, и просьбу о помощи до Лизы Алерт. Это именно те, кем занимались Лиза Алерт. Лиза Алерт нашла в результате в 2016 году 89% пропавших они нашли. Они невероятно результативны. Остальные 11% попадают как раз в тот трагический случай. Там половина из этих 11% это найдены мертвыми люди. Там не только дети, кстати, там и взрослые тоже, естественно. А другая половина так и не найдена до сих пор. Так вот, можно снять фильм о тех почти 90% найденных. Можно. Но можно снять и другой фильм. Так ведь? Поэтому ты выбираешь просто, о чем ты хочешь рассказать. Чем ты хочешь... На что ты хочешь указать. Вот мы предпочли историю с таким открытым финалом, где совершенно непонятно, найден мальчик или нет. Мы не утверждаем, что это он. И фильм так устроен, что вы точно не сможете мне, например, доказать, что действительно это он в прозекторской. Я найду кучу аргументов, чтобы сказать вам, что это не так. В прозекторской, может, и не он, но мальчик, очевидно, погиб. Он не вернулся к родителям. Ну, мы наблюдаем историю спустя два с небольшим года, где мы его не находим. Мы не находим его, да. Это правда. Но, однако, мы не можем со всей очевидностью утверждать, что фильм заканчивается гибелью мальчика, понимаете. Так устроена вещь только для того, чтобы не замкнуть ее, не сказать, что вот он найден или, наоборот, потерян навсегда. Она открытая, такое открытое пространство этого финала. Только для того, чтобы зритель... Ну, во-первых, смотрите, фильм на самом деле не про мальчика. Это ведь не жанровое кино, в котором, как в детективе, просто необходимо ответить на все вопросы, так? Если есть интрига, она должна разрешиться. И зритель должен быть удовлетворен. А вот в открытом финале нет этого удовлетворения. Оно ровно для того, чтобы зритель почувствовал, чтобы фильм его не отпускал, чтобы он заставлял его рефлексировать в отношении этих смыслов и тем, которые там подняты. Чтобы он как бы жил с ним, продолжал некоторое время еще жить с аудиторией. Это первое. И второе. И второе. Фильм, конечно же, не о мальчике. Фильм о Жене и Борисе. Об их путешествии. Об их путешествии к самим себе. Вот тот финал в этой самой прозекторской, в морге, как раз та самая сцена, когда они стоят и видят самих себя. Хотел бы спросить. Я понимаю, что фильм прошел год как, но вас, видимо, будут еще лет 10, а то и 20 про него спрашивать. Он действительно не отпускает. Почему ничего не изменилось в жизни родителей Жени и Бориса, и Борис своего второго ребенка? Потому что человек... Он его все равно не любит. Любовь не пришла. Потому что человек инертен. И редко кому удается, благодаря трагическим ситуациям, катастрофическим в их жизни, воспользоваться этим горючим, которое могло бы вынести человека с этой заведенной орбиты, вот этого бесконечного колеса, коловращения, как белка в колесе, в своих обстоятельствах, в обстоятельствах жизни, которая не дает почему-то каким-то образом тебе сил вырваться с этой орбиты и вылететь оттуда, и стать другим, обновленным, новым и так далее. И в этом смысле это тоже создание такого напряжения на экране, чтобы зритель не делегировал свою ответственность персонажам на экране. Если бы они изменились, зритель бы сказал, ну вот, и я такой. Так вот, ты будешь такой только тогда, когда в собственной жизни что-то у тебя произойдет, изменения, перемена к лучшему и так далее. То есть, когда ты, как Мюнхгаузен в той сказке, вытянешь самого себя из небытия, из этого болота небытия к какой-то новой жизни, к какому-то новому, усердному, ответственному отношению к себе, к своим близким и так далее. Ну вот. Хорошо. Давайте поговорим про фильм о блокадном Ленинграде. Вы упоминали, что 10 лет к этому фильму готовились, хотели сделать такой проект. Вас не смутил скандал, который был недавно по поводу фильма «Праздник Алексея Красовского»? Его еще никто не видел, но все уже оскорбились. Комедия, предположительно, происходящая в блокадном Ленинграде. Я уже сказал, что я не занимаюсь жанровым кино, и, разумеется, комедиями тоже. Я просто не умею их снимать. Это первое замечание. Тема такая. Меня совершенно не смутила эта история. Эта история когда-нибудь точно рассосется. В конце концов, Солженицына я не читал, но, что там, осуждают. Надо, наверное, фильм увидеть прежде всего, а потом уже делать выводы. Мы слишком поспешные. Мы верим газетной строке вместо того, чтобы верить собственным глазам. Нам нужно просто увидеть фильм и тогда уже сделать об этом суждение. Другой вопрос, что мне кажется, это было недоразумение или неправильно истолкованные его слова, когда в прессе проскочила вот эта информация о том, что это черная комедия о блокадном Ленинграде. заявить такое в стране, которая пережила этот ужас от 900 дней и полутора миллионов жертв, причем главным образом погибших просто от голода людей, просто абсолютно нереально. Услышать такое уху русского человека, мне кажется, это просто, ну, как бы сказать, мягко говоря, мягко говоря, болезненно. Все, что облакаден, но не героический эпос, все может вызвать такую реакцию. Все, что не патриотично. Не знаю, я не знаю. Мне кажется, что с Красовским история недавняя, осенняя, да? Я думаю, что если мы, если все благополучно сложится и мы, наконец, запустимся с проектом, это решится вот в ближайшее время, январь, весной, я думаю, решится окончательный вопрос с запуском. Мы уже в девелопменте, но, что называется, по-прежнему пока ищем финансирование дополнительное, часть найдена. Так вот, при идеальном стечении обстоятельств, я думаю, что картина будет готова в апреле, ну, то есть весной 2021 года. Я думаю, эта тема, которая сейчас так остра, она просто забудется. Это первое. Второе. Меня не смущает совершенно вся эта вот коллизия, о которой вы говорите, потому что у нас совершенно другой фильм. Мы, во-первых, не делаем яркого такого, скажем, акцента именно на блокаде Ленинграда, поскольку это будет широкая палитра, широкая панорама войны. У нас три, пока на сегодняшний день, три новеллы. Одна из них – это «Бабий Яр», то есть оккупированный город Киев, сентябрь 1941 года. А вторая новелла – блокадный Ленинград. Есть еще третья история. Третья история вообще с передовой. И история такая, интимная история одного простого человека рядового, рядового с передовой из окопов. Вот. И в этом смысле это, как бы сказать, совершенно другой строй картины. Главный пафос, который будет направлен в сторону того, что война – это ад. Это страшное время. Это то, о чем совершенно непозволительно сейчас заявлять «Хотите, повторим». Вот «Хотите, повторим», нужно, наконец, просто прекратить смотреть в историческую перспективу, туда-назад, с таким залихватским слоганом. Нужно просто понимать, какую жертву, какую цену заплатила наша страна за эту войну. Это первое. И второе соображение. Мне бы очень хотелось, чтобы в Европе, в мире увидели именно эту цену. То есть, увидели бы, что, чего стоило для Советского Союза, для русского человека эта страшная война. Так что, у нас нет никаких коннотаций, никаких пересечений с тем сюжетом, о котором вы сказали. Хорошо, скандала не ожидаем, но у нас любят по любому поводу, связанному с кинематографом, поднять гвал. Причем, вот перечисляя название картин, вне зависимости от того, из какого лагеря это исходит, вы поймете, о чем я говорю. И Крым, и Крымский мост, и движение вверх, и сюда же Матильда, и ваш Левиафан несколько лет назад попал под этот каток. Что вас больше всегда смущало, когда государство или около государственные люди выступают с осуждением картины, или когда это условно-общественное движение, ну, какое-то низовое? Да вы знаете, как говорят, в лес, волков боятся в лес не ходить, это первое. Второе, собака лает, караван идет. То есть, меня совершенно не смущает это, потому что это абсолютно, к сожалению, на сегодняшний день объективная реальность. То есть, вот эта нетерпимость к чужому голосу, агрессивное отношение к накомыслию, к другому взгляду на происходящее, на реальность, на связи между людьми и так далее, она просто зашкаливающая. Я надеюсь, что, опять я ставлю в перспективу, что называется, но не в обратную уже, а вперед, что к весне 2021 года, может быть, сойдет это, как бы сказать, демисезонное обострение. Вот этот вирус, наконец, просто как-то рассеется, или просто устанет уже, устанет так угнетать организм русского человека. Про обострение. Они же разные бывают. Вот недавно умер Бернардо Бертолуччи, и я подозреваю, что он был бы в одной презренной компании вместе с Вайнштейном, если бы ситуация «Танго» в Париже повторилась. А «Танго» в Париже, когда он снимал, он буквально психологически уничтожил и свою актрису, и своего главного актера. Ну, бывают же и такие ситуации, когда компания осуждения вроде бы вполне благодарна. Есть у вас какой-то датчик в голове, когда вы чувствуете «Нет, этого я себе не могу позволить». Почему? Например, в кино вы имеете? Да, да, как художник. Иначе меня осудят, не знаю, за харассмент, за ненавистничество, еще за что-нибудь. Будет как-то с вызовом звучать, может быть, что я... Ну, я просто повторюсь, я уже сказал вам, что меня не беспокоит. Меня не беспокоит это. Не беспокоит, потому что единственный, как бы, камертон или сверка голоса, да, твоего или твоего высказывания, единственный камертон – это очень твои близкие друзья, с которыми ты, считаешь, находишь себя как соратником, единомышленником, сомышленником и так далее. Это твои друзья и коллеги твои. и совесть, голос творческого, такой художественной совести, творческой, этической и эстетической. Эстетическое можно оставить в стороне, но этическое, мы о ней сейчас говорим, ну вот, единственное, кто тебе может быть подсказчиком. Вот. А... А как известно, мы по странам, скажем, по моим словам, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И в этом смысле нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И в этом смысле, как бы сказать-то, ты не должен соразмерять художественную свою интенцию правды, своего наблюдения за происходящим с тем, как отреагирует кто-то, какие-то элиты или общественные движения. Я исхожу из этого принципа. А соотноситься с актерами надо, потому что, когда Бертолуччи с Марией Шнайдер и Марлоном Брандо, ну, в общем, поставил их в весьма неловкую ситуацию, так что Брандо или Брандо. 20 лет с ним не разговаривал, да, а она вообще ушла из кино по большому счету. Я не знаю эту историю. Было такое, что вы актеров мучили? Я пропустил эту историю, она прошла мимо меня. Бедный Бертолуччи, царство ему небесное. Вот он ушел, а вспоминается почему-то именно это. Вовсе не «Последний император», не его там прекрасные, замечательные другие фильмы, в том числе и... «Мечтатели», «Последний император», это все мы уважаем. И, конечно же, в том числе и «Последняя танго» в Париже. Я не знаю историю, о которой вы говорите, я что-то краем уха слышал, да, что были претензии у Марии Шнайдера. У вас такое было с актерами? Что вы имеете в виду? Ну, когда вы из художественных соображений, как художник, совершаете над ними насилие, например, моральное, и они потом с вами разговаривают? Я не знаю. Это, наверное, нужно спрашивать у актеров, но, наверное, у них, но я такого не припомню за собой. Надо у них спросить. Вот соберите их всех, от Кости Лавровенко, Вани Добронравова до Марии Беневи, или Марьяна Спивак, и Леша Розина, и спросить. Нет, у меня не было таких обстоятельств, чтобы я делал провокативные какие-то вещи. Провокация в кино, возможно, и она иногда дает какие-то свои плоды, но провокация такая, знаете, невинная. Ну, скажем, однажды мы снимали сцену, которую замучили, заморочили так, что как бы закрутили ее, она уже была привычная, ясная, и на общем плане я попросил тихонько, тайно Володю Вдовиченкова, чтобы в сцене в Левиафане на троих Серебряков и Лядова, он вдруг внезапно посреди этого текста попросил бы Лядову, ну, в смысле, Лилю, Лиля, плесни чайку. Вот она не была готова к этому, но она отреагировала, молодец, встала и застала, и пошла делать какой-то чай. Вот такие провокации. А так, чтобы истязать, истязать людей, я не знаю, мучить их какими-нибудь странными. Я знаю, например, одну историю, которая у меня не выходит из головы. Я не могу назвать имени режиссера, потому что это некорректно будет. И это давняя история. Вот, когда режиссер, это мне рассказали, когда мы снимали еще «Возвращение», кастинг-директор мне рассказала, что режиссер подарил перед съемкой девочке, маленькой девочке, значит, духи. Вот. А потом перед кадром попросил снова эти духи у нее. И разбил, разбил их об асфальт. И снимал ее реакцию. А потом, после дубля, снято, вынул снова точно такую же, как фокусник, флакончик духов и подарил снова. Вот таких вещей. Я услышал это, у меня до сих пор это в памяти, как такой, знаете, этическая дилемма, как в документальном кино этическая дилемма, которая до сих пор не разрешена, так и здесь для меня какой-то есть такой момент, который, я думаю, вот нет, вот, пожалуй, я бы такого бы не сделал. Так что, видите, можно у актеров ничего не спрашивать, у моих, потому что я вам сам ответил на этот вопрос. Но это тоже будет, наверное, нечестно и нескромно, потому что лучше, конечно, спросить у них, отказывал ли я в их решениях или какие-то другие вещи. Но я везде всегда и повсеместно повторяю о том, что без любви, без влюбленности друг в друга кино не делается. Это все должны быть, что называется, схваченные одним чувством, единым, цельным таким шаром быть. Поэтому, ну, у нас вот так. Есть же сценарий, в сценарии все написано и идешь по сценарию. Очень хорошая точка про любовь и про то, что все должны быть ее схвачены от режиссера нелюбви. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Андрей Звегинцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok